Мы продолжаем. Отмена визового режима с Россией и Украиной привела не только к наплыву туристов из этих стран, но и к оживлению отношений между деловыми людьми. В нашу страну потянулись российские и украинские бизнесмены разного ранга. От тех, кто занимается мелким и средним бизнесом, до олигархов. У нас в студии люди, которые обеспечивают бизнесменов из-за рубежа необходимой информации, организуют им досуг и то, что называется шоппингом. Знакомьтесь, пожалуйста, директор клуба бизнесменов Юлия Мохайк. Здравствуйте, Юлия. Главный редактор, арт-директор журнала МТЛ Алексей Шехман. Здравствуйте, Шехман. И Александр Шехман, директор компании ЛТЛ. Здравствуйте. Добрый день. Юль, скажите, пожалуйста, вот приезжает действительно много бизнесменов и их нужно как-то развлекать. И что происходит? Вы им организуете какие-то вечера, то есть я знаю, что на Новый год именно ваш вечер потряс буквально весь Израиль. Что такого вы там делаете, такого, что это привлекает именно богатых людей, богатых бизнесменов? Ну, дело в том, что мы стараемся действительно всех удивить непосредственно и русских бизнесменов, и также приглашаем представителей израильской элиты. Организуем вечера на очень высоком уровне, которые позволяют им общаться друг с другом и соединять в себе что-то из русской культуры, еврейской, израильской культуры. Мы стараемся все провести на очень высоком уровне. А что такое высокий уровень? Это значит, если это показ мод, то модели самого высокого ранга, которые со всего мира у нас приезжают. Соответственно, мировые бренды, которые присутствуют в показе мод. Если это недвижимость, то самые интересные проекты, которые в данный момент интересуют непосредственно наших русских бизнесменов, так как в Израиле недвижимость очень популярна на сегодняшний момент в России. Вот я хотел как раз спросить, Леш, а зачем они приезжают? Они приезжают просто отдохнуть? Или им что-то в Израиле не надо? Или они все приезжают налаживать какие-то деловые контакты? Вы в курсе дела, что за последний период, это 10 лет, создался в России, на Украине, на бывшем пространстве СНГ целый класс людей, которые вдруг стали богатыми. Очень богатыми. Олигархи, миллионеры. Часть из них имеет или корни, или какое отношение к евреисту. Естественно, они хотят вложить свои деньги в родные пенаты. Они хотят вложить в бизнес, или они хотят здесь купить, скажем, недвижимость, или иногда приезжать сюда? Большинство, большинство имеет желание купить недвижимость. Недвижимость это в теплой стране, которая находится в Росказе, в котором население практически на 40% разговаривает на русском языке, им очень комфортно здесь, тепло, и они покупают здесь недвижимость. Также это и бизнес. Также и бизнес. Также и бизнес. Бизнес-контакты. Они готовы вкладывать в бизнес израильских? Они готовы вкладывать в бизнес, они покупают недвижимость. И в тот момент, как они покупают недвижимость, перевозят сюда семьи постоянно, на часть времени, на летний период, на зимний период, в этот момент они становятся обычными покупателями. Я так понимаю, что вот в этом журнале, в своем, который Вы издаете, Вы им делаете, так сказать, различные предложения? Да. В журнале МТЛ наши VIP-клиенты получают соответствующее предложение. То есть здесь товары и услуги, начиная с определенных сумм. Если это часы, то начиная с 50 тысяч и так далее. Бриллианты. Да. Обычные часы мы здесь не предлагаем. Не с 10 тысяч долларов. Не предлагаем. Скажите, пожалуйста, Саш, а почему, вот я, честно говоря, журнал никогда не видел в Израиле? Вы его в Израиле не распространяете? Наш журнал обращен определенным сектором людей. Ну понятно, которые покупают часы за 50 тысяч долларов. Начинаем. Его распространение является исключительным. Он распространяется на полетах бизнес-класс таких компаний, как Ильаль, Трансайер, Росвит. Его получают потребители в траклинах гостиниц, сетей больших в Израиле. То есть только так? Для простого народа, что называется, он не доступен? Он не то, что недоступен, он им как бы... Не нужен. Не то, что не нужен, но для них нет предложений для людей. Его нет смысла распространять, допустим, там в местах, где люди смотрят по-другому на вещи. Простые смертные. Юль, вот у вас была последняя вечеринка, я так понимаю, 1 января. Когда следующая? Ну, у нас грядет 100-летие Всемирному Женскому Дню. И мы не можем пройти, конечно, это стороной для всех прекрасных женщин, не только туристов и, соответственно, израильтянок тоже. Мы устраиваем грандиозный весенний бал. Слушайте, объясните, пожалуйста, вот простой израильский гражданин, он может попасть к вам на весенний бал? Или вы скажете, извините, у вас нет часов за 50 тысяч долларов? Вот у меня нет часов за 50 тысяч долларов, мои часы стоят там... Ну, мы будем рады вас видеть. Спасибо большое. Я не про себя говорю, а вот обычный гражданин может попасть к вам на вечеринку? Нет, к сожалению, это не предназначено для обычных граждан. Для этого я веду специальные списки нашего клуба, VIP-клуба, который называется Москва-Тель-Авив. Это клуб, который объединяет в себе и русскоязычных бизнесменов, и также жителей Израиля, но с определенного уровня, который имеет свой какой-то капитал, свой бизнес. И для того, чтобы им было интересно на наших вечерах, потому что они общаются между собой, и должны чувствовать, что один и тот же уровень гостей, конечно. То есть, как бы это вот, что называется, избранный, и простой человек туда практически не попадет. Даже если, скажем, будут лишние места какие-то, вы можете продать билеты? Лишних мест у нас нет никогда. Немножко направление, если я могу встать. Тут суть не в избранности, а суть в клубной системе, которая не открыта, она во всем мире существует. Такие журналы такого формата, как наш, они обязаны проводить определенного рода мероприятия. Поэтому несколько лет назад у нас возникла идея объединить это в клуб, который объединяет между собой. Лиш, осталась буквально одна минута. Вот, все-таки, этот журнал, я так понимаю, я это пролистал, который называется «Is Israel Life and Travel». То есть, он все-таки, я так понимаю, для более скромных людей, да? Да, в преддверии открытия, мы это задумали и начали делать, в преддверии открытия границ Украины. Россия уже, как говорится, наша. Теперь все туристы из Украины тоже наши, границы открыты. И мы решили сделать какое-то изделие, какой-то журнал для людей, обычных паломников, обычный средний класс, да, который 3-4 зарплаты копит деньги для того, чтобы побывать на Святой Земле, посетить здесь известные места. Для него мы сделали специальное, такое демократичное приложение туристическое. Ну что ж, спасибо большое. Я вам желаю успеха. Желаю успеха, потому что ваши клиенты это, я так понимаю, наши деньги, деньги нашего государства. Они сюда приезжают, они здесь покупают, они оставляют здесь много денег, как сказал Алексей Шехман, 50 тысяч долларов на одних часах. Спасибо и успехов вам, ребята. А у нас реклама, после рекламы мы вернемся и продолжим.